Всем футболистам не больше 10 лет. С этого дня лежаки на этом пляже будут использоваться в качестве импровизированных трибун достаточно часто. С этого года территория закреплена за детско-юношеским футбольным клубом «Витязь». Буквально за месяц здесь с нуля построили современную инфраструктуру, спасательная станция, медпункт, места для курящих, урны и биотуалеты, охрана. Все в соответствии с требованиями специальных служб. Теперь здесь намерены побороться как минимум с озванием самого чистого пляжа на побережье. Здесь было абсолютно грязно, здесь люди привыкли к тому, что это дикое место. Мы вывозим мусор, чистим территорию несколько раз в день. При выборе сети мы осуществляем ее незамедлительную уборку благодаря МУП АКУ в лице Папандобова Дмитрия Васильевича. До этого юные футболисты занимались где получится. При этом место, чтобы вот так развернуться на Анапском побережье, найти не так просто, особенно в разгар сезона. Вместе с тем пляжные тренировки, бег и такие вот матчи – неотъемлемая часть подготовки. Гольностоп сильно работает. Когда гольностоп сильно работает у футболиста, он хорошо работает с мячом, бьет поворотом, дает прекрасные передачи. Поэтому песок – это вообще, я считаю, Анапа – это божий рай для футбола. Хочется поблагодарить главу администрации города Сергея Павловича за то, что он выделил этот земельный участок, где мы можем приходить в любое время, утром, вечером, бегать, прыгать, загорать, купаться. Команда существует с 2012 года на частные средства. Пляж здесь рассматривают в качестве дополнительного источника денег. Чтобы организовать выезд на одну игру, необходимо несколько десятков тысяч рублей, на турнир – несколько сотен. В активе команды уже есть ценные трофеи. Кроме того, за последнюю пару лет ребята не проиграли ни одного товарищеского матча. Среди соперников – команда из Москвы, Санкт-Петербурга. Особо запомнилась победа над юными воспитанниками ЦСКА со счетом 9-1. Постоянно при деле, постоянно у нас какие-то турниры, тренировки. Свободного времени очень мало, и это хорошо. Не отвлекаются на компьютер, на всякие гаджеты новомодные. Мне, наверное, нравится даже больше, чем ему, что он занимается. Потому что мне очень интересно. Детский футбол вообще очень азартный, он настоящий. Они играют за интерес, за команду играют. И как бы меркантильного нет еще пока ничего у них. В этом году юные витязи вышли в финал детской футбольной лиги. Он пройдет в сентябре этого года в Анапе. Подготовка идет полным ходом. Совпадение или нет, но в Бразилии, Аргентине, а также в странах Средиземноморья очень много песчаных пляжей.